За три месяца 610 детей. Ежедневно в перинатальном центре «Мама» рождается около семи малышей. 1 июня, в день защиты детей, на свет появилось шесть крох, в том числе однодвойня. Все идет хорошо, по плану. Мальчиков рождается больше, чем девочек. И так, как должно быть. Безусловно, с открытием нашего перинатального центра идет и параллельное обучение всего персонала. Врачей, акушер-гинекологов, анестезиологов. Учились у нас врачей УЗИ-диагностики. Средний медперсонал постоянно обучаем. Поздравить мам, родивших маленьких крох. 1 июня в перинатальный центр приехал губернатор Сергей Морозов. Глава региона был не один. Вместе с чрезвычайным и полномоченным послом Японии в Российской Федерации, господином Кадзуки Таихиса, они обошли палату рожениц. Гость успели поздравить семьи, у которых с днем защиты детей совпала и выписка. К праздничным малышам заглядывали не с пустыми руками. Вручали игрушки, свидетельства о рождении, сертификаты на получение дошкольного образования и торты из подгузников. Мы видим вот мальчика, которого они назвали очень интересным именем. Дамир, то есть Дашмир. За мир такой. Это очень интересно. Поэтому мы вот вместе с вами имеем возможность. Он пока еще спит, а мы уже ему даем первый документ о том, что Дамир Максимович родился 1 июня 2018 года в городе Луянске в Российской Федерации. У родителей Дамира, Максима и Ирины сегодня двойной праздник. По случаю рождения сына пара решила официально узаконить свои отношения. Их расписали прямо в палате, где сейчас свои первые часы жизни проводит крохотный именинник. Открытку с поздравлениями и подарками из руки иностранного гостя получила и мама малыша с другим необычным именем. Мне все очень нравится. Малыша мы назвали Лев. А почему? Не знаю, долго с мужем выбирали и пришли к такому мнению. Почетного гостя из Японии познакомили с техническими возможностями крупного медицинского центра в сфере охраны здоровья матери и ребенка. Господину Кадзуки показали, к примеру, где в перинатальном центре принимают роды, а где занимаются фитальной хирургией, то есть делают операции в утробе матери. В конце посещения, потрясенный приятными впечатлениями, посол оставил запись к книге почетных гостей мамы. Желаю удачи. Будущее начинается с вас. Написал он. Разница с японской стороной – это те, кто рождаются в тукане, в перенке, так делаем. Это не так в Японии. Но дети, у вас дети холодные, тогда вот дети, когда это ходят, и уже начинают такое развитие. И в Японии более свободно, так это ребенка. Но это разница, подход. В целом, в регионе для защиты и охраны детей создана трехуровневая система детского здравоохранения, которая включает принцип бережливости нового стандарта. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новость Ульяновской правды.